События первых дней января стали для этой страны самым масштабным и тяжелым кризисом за всю 30-летнюю историю ее независимости. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Безумие! Это потребовало от нас принять беспрецедентные меры. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация в целом. Выводы делайте сами. Фактически это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Сумасшедшие времена. Для ОДКБ, организации, которые существуют уже почти 30 лет, миротворческая миссия в Казахстане действительно стала первой. Но скорость, с которой военные отреагировали на призыв Казахстана о помощи, продемонстрировала способность ОДКБ эффективно противостоять угрозам. Кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют. Мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела нашей государства. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали. Если по-простому-то. А кто напал-то на кого? Кто напал? Что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций. Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Это же очевидный факт. Какой именно сценарий боевики пытались реализовать в Казахстане, подробно рассказал президент страны. По его словам, все действия нападавших были спланированы и координировались из одного центра. Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй и третий план. Они забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель. Подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. И казалось бы, что теперь с этим делать? Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели. Так это тактика или истерика? Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Такаев только что и сказал. В том числе прошедших, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом. Их нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, на Казахстан, по сути явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен. Решение об отправке миротворцев этой ситуации сыграло большую роль. Узнав о прибытии военных, боевики отказались от планов захватить резиденцию главы Казахстана. Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. Все хорошо в меру. При этом угроза, с которой столкнулся Казахстан, по мнению участников встречи, касается всех стран, входящих в ОДКБ. В том числе и потому, что источники нестабильности совсем рядом, прямо у границ наших государств. Эти люди неконтролируемы. Вы им кидаете кость, они потом захотят мясо. Обстановка на границе таджико-афганской границы усложняется каждый день. По данным наших спецслужб, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южным границем ОДКБ, в северо-восточных провинциях Афганистана, нашит воев в свище 40, а их численный состав достигает более 60 тысяч боевиков. Ну это вообще просто уму непостижимо. Именно поэтому ОДКБ должна совершенствовать механизм реагирования на угрозы. С этим согласны все члены организации. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал. И эта система создается. И не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам, свернем шею. Совершенно чудный факт. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность. Военные из ОДКБ сейчас взяли под защиту стратегические объекты Казахстана. Я статью напишу отдельно. Посматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно, конечно, легитимную акцию. Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего договора о коллективной безопасности. Ну, если не с кем бороться, все начинает чахнуть, понимаете? Ну, а по окончании встречи Владимир Путин провел отдельный телефонный разговор с Амамали Рахмону. Обсуждался все тот же вопрос безопасности, включая события в Казахстане, обстановку на таджикско-афганской границе и роль, которую в отражении угроз может сыграть ОДКБ. У нас одна идеология. Русский мир. Власти Казахстана сообщили, что им удалось справиться с подавлением антиправительственных протестов. И по свидетельствам самих казахстанцев, в этом им активно помогали российские военные, с помощью которых Токаеву удалось разделаться собственными гражданами и усидеть в президентском кресле. По свидетельству очевидцев, подавлением антиправительственных выступлений занимались силовики без опознавательных знаков, которые общались между собой на русском языке. Так, российское издание «Сибирь. Реалии» приводит свидетельство участника протестов в Алматы, Мейрхана Абдул Манапова, который рассказал, что в протестующих стреляли на поражение. «Солдаты были все без опознавательных знаков, в черной с ног до головы форме. Если утром к нам обращались только по-казахски, и на той стороне были наши, казахи, то тут через громкоговоритель мы слышали только русскую речь», — говорит свидетель событий. «Солдаты, участвовавшие в разгоне, говорили по-русски?» — спрашивают журналисты. «Да, в этот раз к нам солдаты обращались только по-русски. И угрожающим тоном. Освободите площадь, будем расстреливать. Ни слова по-казахски. Из чего мы сделали вывод, что это были российские войска, как нас и предупреждали днем». Похожие свидетельства озвучила журналистам и корреспондентка казахстанской редакции «Форбс» Ордак Букеева. «Солдаты были без знаков различия, в десантной форме, кто это, казахстанские или, я не знаю, ОДКБ. Никто не может сказать, никто не знает, но все команды отдавались на русском, между собой они переговорились на русском, и им команды отдавали на русском языке, а не на казахском». «Все это говорят не какие-то анонимные источники, которые кто-то выдумал и опубликовал в телеграм-канале, а конкретные люди, которые не скрывают своих имен и своих лиц, несмотря на возможные проблемы». То есть все больше и больше свидетельств поступает, которые говорят нам о том, что Такаеву удалось усидеть на штыках с помощью российских военных, и именно россияне занимались подавлением вот этого недовольства в Казахстане. Да, скорее всего, на какое-то время это еще продлит власть Такаева и позволит ему удержаться в своем кресле. Но в историю вот этот инцидент уже навсегда войдет как ситуация, когда россияне из России приехали в Казахстан, чтобы стрелять в казахов, которые находятся на своей земле, и стрелять в них только за то, что они недовольны своими властями. И я уверен, что эта история россиянам еще однажды обязательно аукнется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова